Всем привет! Вы на канале Вульфи Нитрич. Разбираем обновления в Black Desert Online на корейских серверах, на наших серверах и сегодня еще обязательно про консольку. Сегодня вам тоже поставили. Разберу как смогу, так что консольчики вы сразу заранее, как говорится, извините. Но постараюсь просто вам дать информацию, что вам поставили и сослаться на те гайды, которые мы уже выпустили по этой теме, как у нас это работает на наших серверах. Поехали по ивентам. Сегодня у нас третье число. Особый невероятный молот. Сегодня всем абсолютно. У кого 200 часов наиграно на аккаунте в целом, у кого есть герой 61 уровня, который прошел квестовую цепочку до медии. Ну и медию вроде бы как, тоже частично. Зайдешь на этого персонажа и в достижениях получишь молоток. Этот молоток позволяет тебе точить бижутерию, как молоток на шмот. То есть ты берешь молоток, берешь бижутерию. В случае неудачи с бижутерией ничего не происходит. В случае удачи поздравляю. Вот. Лаки, естественно, надо. То есть это не стопроцентная заточка, это надо лаки. Этот молоточек можно продать на аукционе. И в данный момент, по текущему времени, вот когда я записываю видео, сегодня после профработ. Цена на молоток скакнула до 40. Вот это была максимальная цена. Или вот это. По этой цене вроде бы как были ставки. Сколько-то продаж 105, по-моему, продаж прошло. Или 180, что-то такое. Потом потихоньку начало накапливаться, накапливаться, накапливаться. И начали потихонечку-потихонечку демпить, 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 демпить. И вот уже додемпились до такой цены. Максимальная цена этого молотка 50 миллиардов. Минимальная 27,5. Ивент данный до 27 ноября. То есть, если вдруг у тебя сейчас нет подходящего персонажа, у тебя есть время, чтобы его получить. И сразу отвечаю на несколько вопросов. А, продавать или покупать, да? Если ты новичок, у тебя гира еще как, ну, очень мало, да? Ты еще там до топ-спотов только мечтаешь об этом, то тебе выгоднее продать этот молоток. Даже по минималке, даже за 27 миллиардов. Потому что за эти деньги ты сможешь себе купить приличную бижутерию, приличные шмотки и довольно много, например, понаставить на питомцев, там, на примаки и на прочее, накупить себе вот этих ништяков. Если же ты средний игрок, но ты понимаешь, что ты точить бижутерию на 5 никогда не будешь. Прикол в том, что с такой ценой выгодно точить только либо распад на 5, либо деборику. Вся остальная бижутерия, она не выгодна, потому что в итоге готовая пятая стоит ненамного дороже, чем молоток. И получается, что у тебя всего одна попытка. Если ты этот молоток потратил, не зашло, то, получается, тебе было бы дешевле купить пятую. С распадами и с деборикой это не работает, во-первых, потому что деборик мало, в принципе, и распадов на аукционе они все нужны. А вся остальная бижутерия в целом, хоть когда-то, но она продается получше. Вот, поэтому, ну а если ты старичок, то смотри, еще мы немножко проанализировали рынок. Сейчас у нас среда. Вот буквально прошло 4 часа после запуска серверов. Цена уже пошла демпится. Лично мои прогнозы, вы можете с ними согласны быть, можете не согласны. Можете, кстати, писать их в комментариях. Мне интересно ваше мнение, да? Как вы думаете, пойдет дальше цена? Но что я думаю? Что до выходных эта цена опустится еще ниже и, возможно, даже до минималки опустится. В этот момент, когда цена будет на минималке 27,5, ребятам, которые занимаются заточкой как нитрич, например, да, либо кто хочет рискнуть, у кого есть бюджет, вы можете купить по минималочке и попробовать тыкнуть. Потому что четвертая бижутерия, по-моему, стоит типа 8 миллиардов, а пятая уже стоит там 60-70. И когда ты покупаешь за 27, ты можешь два раза попробовать купить, да? Ну, в общем, то есть это хороший шанс, во-первых, пощекотать нервы, сможешь ты заточить на 5, во-вторых, попытать удачу, в принципе, может быть, ты на этом заработаешь. И в-третьих, при этом ты ничего не теряешь. То есть вот у тебя как была четвертая, так и будет. В отличие от крон, этот молоток не откатывает назад. То есть ты можешь сказать, ой, кроны стоят дешевле. Но с кронами бижа может стать третий, а тут она такой не будет. И рекомендую не солить эти молотки, потому что их удалят, как только закончится ивент, то есть в ноябре. Я постараюсь дать напоминание, потому что они в анонсах дают эту информацию, поэтому вроде как, если ты будешь следить за нашими новостями в соцсетях, то ты сможешь вовремя, если что, тыкнуть или попробовать продать. Так вот, цена, я думаю, что в выходные упадет до минимума. И потом в течение месяца-двух может вернуться либо к вот этому уровню, либо вообще подняться до 50. Под конец мнения расходятся. Я не уверена, что под конец цена вырастет, потому что все равно много людей будут выкидывать на аукцион ее, ждать до конца и потом пытаться продать. Поэтому под конец ивента вряд ли цена вырастет до максимума. Но в течение вот этих 8 или сколько там месяцев она по-любому будет туда-сюда скакать, поэтому хочешь, есть у тебя время, хочешь, можешь поставить по максималочке и ждать, когда либо терпение у людей закончится, либо дойдут до твоей покупки. Если же нет, то продавай сейчас, старайся ставить куда-то сюда, не прямо сюда вниз. Потихонечку-потихонечку жди, продавай. Моментальная продажа уже не будет, даже не надейся. И еще момент, важный момент. Когда ты выставляешь предмет, так как он дороже 20 миллиардов стоит, то он выставляется не моментально. Он выставляется в течение 15 минут. И все предметы попадают вот в эту кнопочку. Товары, ожидающие регистрации. Видишь? Вот, товары, ожидающие регистрации. И вот указано время размещения. Только после этого времени ты сможешь товар отменить. Вот. Он никуда не пропал, не переживай. Вот оно все вот здесь вот будет. Вот. Это что касается молотка. Этот же молоток у нас поставили и в Корее. И в Корее вроде бы как спрос не такой, как у нас, да. В Европе вроде как сервера встали чуть пораньше, чем наши. И уже 2 часа назад у них все молотки лежали по минималке. Либо у них людей больше, которые хотят продать, либо что, я не знаю. Вот. Да, кстати, как посмотреть, сколько часов времени на аккаунте? Вот. Наводишь вот сюда, открываешь героя. И вот времени, видишь, вот это на герое, а на всплывшем окошке, вот это сколько всего на аккаунте наиграно. Все. По молотку разобрались. Надеюсь, если остались вопросы, пишите. Ну и ваши прогнозы по поводу цены тоже интересно услышать. Заходите в игру и получайте предметы для развития. Это вернувшимся игрокам. Календарик отдельный для тех, кто вернулся в игру. Поддержка развития, поддержка усиления, печать, греющая душу. Фармишь мобов, собираешь сбор или рыбачишь рыбалку, получаешь печать греющей души мечты. Копишь, копишь. И параллельно еще, находясь в игре, копишь. Потом меняешь их вот на что, да? Три раза на аккаунт можно вот это поменять, один раз на аккаунт можно на вот это поменять, и постоянно можно поменять на вот это. В целом и все. Предметы для усиления. Специальная подписка. Тут, как всегда, добавили подписочку. Вот особое предложение. Вот все, как видишь, и для тех, кто точится, потому что нестабильный источник. Это лаки. Стоит ли покупать подписку? Новичкам точно нет, потому что кроме костюма вам тут ничего не понадобится. Новичкам ни кроны, ни печать мастера, ни память мастера, ни валксы не нужны. Оно вам пока еще рано. Вам надо освоиться с игрой, и только потом. Хотя, ну вот это дадут бесплатно. Вот всем, видишь, Деборика на выбор. То есть, так сказать, в этот раз вариант в платной версии только для тех, кто реально шарит, кто понимает, зачем ему это надо. Так, новинки от 3 апреля. Значит, что в магазине? Специальная ежедневная подписка, это понятно. За подписку еще раз. Шаг 2. То есть ты покупаешь, видишь, дополнительная подписочка. Поддержка усиления. Это у нас костюмчик плюс штучки для заточки. Усиление 2 костюмчик плюс штучки для заточки. Набор и комплект для приключений. Значит, за 1000 мили можно купить вот такой вот сундучок. Я его купила, и сейчас при тебе открою. Видишь, здесь что может быть? 10 костюмов, 3000 крон, 30 дней премиум, питомец, сундучок с эффектами на выбор. Это когда у тебя там ты выбираешь Камасильвия, Луна, Валксы, таинственный сундук, печать мастера, ну и так далее. Нитальчу выпала Камасильвия на один день. Кто-то рассказывает, что в гильдии человечек таким образом собрал себе 12 или там сколько-то комплектов. То есть сначала выбил, ну короче, что-то понавыбивала на этих костюмов. Вот, так что открываю. Луна на один день, 2 штучки. Награда, которую я заслужила, спасибо. Еще можно купить до 15 покупок за 80 жемчуга. То есть если вдруг ты не наигрался за 1000 мили, то ты можешь вот за 80 жемчуга докупить. Дальше. Скидки по костюмам. Тут посмотрите сами, какие костюмы разнообразные. Да, горничные со скидкой 2 плюс 1, 33% скидка. И привиденьки тоже со скидочкой. Плюс привидений в том, что их можно скрещивать с любыми питомцами, кроме дракончика, который выпадает с Камос. Все. Вот. И сразу же хочу вам напомнить, что если кому-то нужна помощь, например, вы на евро играете, или вы не живете в РФ и вы хотите задонатить в БДО, в наш регион, то напишите мне в Дискорде. Или, например, подписка на Гармод хотите оформить. Или подписка на какой-нибудь другой сервис. В общем, любые оплаты в интернете, которые вы не можете совершить по техническим причинам, пишите мне в Дискорд, разберемся, могу ли я вам помочь. И сразу докидываю вам еще, напоминаю о том, что если кто-то хочет начать играть в игру, сразу уже с хорошим уровнем экипировки, не заниматься вот этой вот рутиной на старте, ворваться в игру и сразу идти фармить хороший средний или хайгир контент, то напишите нитричу в Дискорде по поводу покупки аккаунта. Или же, если хотите продать, тоже пишите нитричу. Вот. С магазином разобрались. Теперь давайте смотреть контент. А контент у нас сегодня заключается вот в чем. Правки по классам мы, честно говоря, из-за молотка даже не посмотрели. Мы сегодня так эмоционально наблюдали за тем, как растут цены. Сначала как цена держится, потом как ее начинают демпить и все вот это. Вот поэтому, ну, Ланке, я хотела бы, чтобы Ланка какая-нибудь написала мне в комментариях под видосиком, что с ними сделали. Вот. Вот, кстати, хорошее обновление для бартера. Значит, во-первых, время ожидания для повторного обновления сократилось с 4 до 2 часов. То есть теперь тебе, что ты закрыв одну цепочку, не обязательно ждать 4 часа для того, чтобы обновить. Теперь 2 часа достаточно и дальше обновляешь. Также сократили количество очков, которые требуются для обновления материала. То есть это у нас вот этот вот пунктик. Вот. И, естественно, сократили откат вот этого свиточка, который восстанавливает. Ну и до кучи увеличения количества обменов материалов. То есть ты можешь количество доступных с помощью бартера обменов, указанных ниже материалов, увеличить на с 1 до 2 раз. То есть вот как здесь, видишь, показано. То есть ты можешь сделать 2 обмена. Не 1, раньше был 1 обмен, теперь 2. Вот на эти материалы так сделали. Ну и, соответственно, на этот материал тоже сделали. Еще сократили цену в монетах ворон на вот эти материалы. То есть, как видишь, вот тут написано, сколько было, сколько стало, сколько было, сколько стало. То есть, видишь, прям офигенно. Офигенно бустанули. Еженедельное задание уничтожения молодых морских мобов. Значит, 20 мобов это добавили. 20 мобов маленьких убиваешь, получаешь реликвия пиратов в АКО еженедельно. Я знаю, что с битвой, в принципе, проблемка. Ее собрать довольно сложно по сравнению с остальными. Вот. Поэтому вот они такой квест сделали. Также упростили квест на материалы, когда ты бьешь молодых мобов. Раньше нужно было взять 3 квеста. Побить 3 разных мобов. Теперь же ты берешь 1 квест, бьешь 5 любых мобов маленьких и получаешь сразу все материалы. Еще добавили вот группа молодых клинков челюстей. Короче, где-то тут вот подобавляли, там где кладка яиц, еще мобов добавили. У еженедельного квеста на больших мобов, за которые мы получаем монеты ворон, тоже изменили условия. Теперь достаточно убить 1 моба каждого вида, чтобы закрыть еженедельный квест. И по квестам вот этим больше дается материалов. И тут еще добавили, ты можешь поплыть на большого моба. Если раньше, например, ты на большого моба когда плывешь, точнее ты сейчас выбираешь. Либо ты плывешь на большого моба ради точек или монет ворон, либо ты плывешь за ресурсами на маленьких мобов. То есть на больших за ресурсами ты не мог поплыть. Сейчас можешь, видишь, добавили на выбор. Вот это, вот это, вот это. Либо еще добавили старые вот эти ресурсы, которые крафтятся для галлиона. Дальше. Обмен предметов для усиления судна. Добавили второго уровня. Ты можешь поменять на точки на выбор. Новые товары для бартера. Так. Вот эти товары сократили количество. И вот эти товары удалили. Соответственно, пересмотрели состав сундука с материалами. Во время занятий алхимией или кулинарией часто возникают ситуации, когда ты, ну, типа не тот материал положишь, что-то там сделаешь не так, и у тебя все материалы сгорают. Сделали так, что теперь что в кулинарии, что в алхимии, когда ты неправильно кладешь рецепт, то ничего не происходит. Оно пишет, что неудача, но материалы сохраняются. На украшение. Меньше секунд теперь надо, чтобы коня приорканить. Точки. Мы все готовились, готовились и приготовились. Пишите в комментариях, кто заработал на точках. Кто купил броню, как я советовала, и потом продал ее подороже. Или сейчас, например, обменяешь, и сможешь себе сделать бижутерию дешевле. Так вот, что они сделали. Точки на оружие теперь у тебя лежат бесхозные. В складе Хиделя все твои точки на броню, точнее. На броню, простите, на броню. Они теперь, ты их не можешь использовать, ты их не можешь продать. Но ты их можешь призвать черного духа и через кнопку обмен, обменять на оружие. Точки на оружие применяются теперь везде. В заточке продать их можно. То есть, все, что раньше делали, точка оружия и броня, теперь делают только точки на оружие. И уже в Корее они удалили полностью броню, ну, точнее, как удалили, поменяли тоже на обычную точку и убрали вот эту вот приписку. Это то, что я говорила, да? Они это сделали не через полгода, а, слава богу, через неделю. Поэтому все ваши точки на броню лежат в Хиделе. Там смотрите. Обмен неиспользуемых предметов. Это вот точки у нас на броню. Все абсолютно точки, которые у тебя есть. 16-е до 15-е и так далее. Все это меняешь у черного духа. Шанс усиления брони с 6 на 7. Ну, в общем, теперь сейчас пока время на эту неделю. Мы выточим броню точками на оружие. Такая вот интересная ситуация. Все, что мы раньше набивали, видишь, черный камень броня плюс зеленый хрусталь. Теперь черный камень оружия. Это вот точки на заточку шмота джетины. Дальше. Вот это все нам нужно было, видишь, 2 вида точек. Теперь то же количество, просто теперь один вид точек. То есть, все, где нужно было броня, теперь позаменяли и нужно только оружие. Вот. Дальше. Свитки призыва боссов, которые мы брали у тучки, которые по ивентам нам давали и так далее, все удалили. И на почте тебя ждет вот такое письмо. Удаление свитков призыва босса. Здесь же написано, что на склад центрального аукциона начислена вот такая сумма. То есть, в зависимости от того, сколько у тебя было свитков, какого типа, тебе пришли, собственно, денежки. Уже на склад аукциона все там лежит, нигде их искать не надо. Во время тех работ 11 видов свитки передачи опыта изменены. То есть, их сейчас использовать нельзя. И уже анонсировали, что совсем скоро нам поставят общее ремесло. Это ура. Дождались. Серная шахта фонарь деки. Новый спот для призыва фонаря. Вот две точки нам показали. То же самое, как с пилапом. Нитрич на этих выходных выпустит видосик. Так сказать, подписывайтесь и следите за новостями. По поводу теста фарма, теста механики, впечатлений и так далее. Дальше. Тут ничего интересного, ничего интересного, ничего интересного. В складах теперь у нас предметы будут, количество будет отображаться в миллионах, в килограммах, не знаю, кэ. Вот. Еще в интерфейс добавили полезную штучку. Вот, например, нажимаешь фонарь деки, выбираешь спот. Тут вот есть место активации фонаря. Видишь? Все показано. То есть, больше наши услуги гайдоделов не нужны, чтобы вы нашли фонарь. Ну, ничего, переживем. Так. С нашим патчноутом разобрались. Теперь смотрим корейский патчноут. В корейском патчноуте нас ждут... Сейчас, подожди, подожди, подожди. Вот, вроде бы. Во-первых, в корейском патчноуте сегодня посвящен исключительно музыке. Смотри. Ну, молоток им добавили, все как и у нас. Вот. Теперь на музыкальных инструментах могут играть не только Шай, а и другие персонажи. Вот. Также добавлено, смотри, три гитары. В общем, три гитары. Вот тут сверху было написано. Электрогитара Silverwave, Highwave и Hexglaim. Потом добавили еще два инструмента. Рок какой-то и кларнет. Потом... В общем, тут что-то на музыкальном написано. В интерфейсе что-то добавят. Тут по квестам теперь, видимо, что могут делать все. И по поводу точек, то, что я уже сказала. Что они броню полностью переменуют в обычный черный камень. И, собственно, больше не будет путаницы никакой. И так, 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 так. Тут ничего интересного. Значит, специальный шмот придумали для тех, кто играет из компьютерных залов. Но я думаю, нам это не поставят, потому что у нас никто не играет из компьютерных залов. А в Корее это частая тема. И у них даже, по-моему, есть подписка специальная на аккаунт, когда ты заходишь с компьютерного зала. Знания на КАМОЗ. Если у тебя знание уже взято, ты его не получишь в дропе. Но если через библиотеку его удалить, то ты можешь при получении дропа получить и знания. И пока непонятно. Оно, вот этот дроп же выдается у нас, когда ты попадаешь в топ-20, по-моему, да? А дадут ли, если ты не попал в топ-20? Вот, дадут только квест, яйцо и все. Ну, в общем, первый раз, я думаю, можно будет попробовать. Потому что, в принципе, знания на КАМОЗ мы можем получить только по квесту. А потом добив КАМОЗ с некоторым шансом. В общем, можно будет поиграться и, может быть, выролить знания С. По квестам что-то переделали. В Магнусе неинтересно. Точнее, не в Магнусе, а в Атараксионе. Осады сократят на час. То есть, осады узлов будут проходить теперь не 2 часа, а час. В связи с чем, выход из найма будет тоже происходить на час раньше. Ну и ставить кипы можно будет тоже на час раньше. Всем коням восьмерка. Адуанит и имперский конь. Всем добавят карьер. Вот, видимо, чтобы... И причем стопроцентно, я так поняла, сразу добавляется карьер. Чтобы, видимо, сразу быстрее было прокачать проще его. В пользовательском интерфейсе это нам тоже добавили. Тут ничего интересного, ничего интересного, ничего интересного. Вот, скорее мы тоже разобрались. Теперь быстренько пройдемся по консоли. И я сразу вас предупреждаю, что... Прям детально я рассказать вам не смогу. Потому что, честно говоря, во-первых, из-за перевода, из-за всего я могу сделать какие-то ошибки, оговорки. Поэтому я советую. Вот что вам сделали? Вам поставили реликвии. Реликвии это вот такие штуки, в которые ты ставишь. Реликвии есть на ремесло, на мастерство ремесла и для фарма. Разнообразные реликвии есть. Есть текстовая статья, в которой перечислены типы реликвий, где они выбиваются. В принципе, это все есть и в Вики БДО. Можете через это смотреть. А можете посмотреть вот ту статью. Я постараюсь... В шпаргалке точно она есть, эта статья на Бусте у нас. Но я постараюсь, если я не забуду, добавить эту статью в описание к обновлению. Также, как и в видос... Первый видос, значит, Нитрич рассказывает про билды в реликвиях. Я думаю, что если у нас это до сих пор актуально, то вам тоже привезли уже сразу, актуально будет, какие билды собирать, для чего. Второй видос, это я обзор обновления, когда к нам добавляли эти реликвии. Вам поставили все то же самое примерно, поэтому там с таймингом посмотрите, где я рассказываю про эти реликвии. Там все более подробно рассказано, как устроена эта механика. Где брать световые камни, чтобы вставлять, как понять, какой сет нужно, где реликвии фармить и так далее. Что делать с ненужными реликвиями. Все это там есть. И вот вам световые камни, эти все подобавляли. Вы можете их перерабатывать, распаковывать. Также у нас есть видос. Значит, смотри, ты можешь, например, на споте выбить камушек, так? И его потом нужно опознать. Ты либо это делаешь за серебро, либо делаешь через алхимию, но там нужен, по-моему, ГМ первый. Вроде не специалист, а вроде ГМ. И ты потом его опознаешь. И вот есть видос с шансом опознания. То есть есть камни, которые стоят там типа миллиарды. А есть камни, которые стоят миллионы. И их очень много. И их, ну так сказать, не продать даже. То есть что с ними делать? И вот там тоже все эти видосы есть. Можно будет на канале поискать. Если кому-то интересный и не сможете найти, то напишите в комментариях. И я вам в комментариях скину в ответ видос с этими тестами. Добавили один новый рецепт изготовления курильницы. Это вот через олово. Нет, через медный слиток и оловяный слиток. Вот теперь два таких рецепта. Изменен метод изготовления следующих предметов. Вот магический кристалл светового камня. То есть видишь вот эти все бижутерика теперь как крафтится. Комбинированные гервиши и так далее. Так как добавили вот этот вот в принципе световой камень. Инвентарь. Соответственно вместе с этим вам добавили и инвентарь. Стоять реликвии. Вот. То есть все реликвии можно хранить здесь. Но есть лимит по количеству. И заправленные световыми камнями тоже с комплектами. Все это можно смотреть. В гнездо ворон вам добавили. Печать бессмертная 40 меняется на шкатулочку с реликвиями. Вот. И шкатулка с реликвиями ты там можешь. Это вроде печать бессмертного обмена. Ну да. 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 По классам тут тоже вам правочки я к сожалению не прокомментирую. Титулы какие-то добавили. Вам добавили мебель в дом, статуя Кзарки, статуя Каранды. Нам недавно ее добавили. Она дает как видишь атака, хп на 2 часа. Каранда дает атака и выносливость на 2 часа. Но можно апнуть и увеличить до 5 часов. Так же как и с Кутумом и Нубером. Эльвия Кальфион вам увеличили на вот этих вот всех спотах количество мусора, которое выпадает. А так же шанс выпадения черной распада серьги. Вот. И итемки всякие. То есть бустанули вам Хадум. А по ивентам вам сегодня поставили рейты. Что-то я начала сегодня с конца. Вот рейты поставили 400%, 40% ремесло и 40% дропа, 400 навыка, 400 опыта. И войдите в календарик за вход в игру. Ну и собственно материалы для улучшения в изобилии. Это вам тоже добавили подписку, которую ты можешь бесплатно получить и можешь доплатить и получить вторую строку. Такая же как и у нас и лично донатить на нее, как бы я не знаю, если ты не точишься, то это тоже невыгодно. Вроде бы все рассказала, все показала, все обсудили. Спасибо всем, кто досмотрел до конца обзорчик. За лайки, подписочки на канал оформляйте. В социальных сетях тоже подписывайтесь. Кому есть желание поддержать, нас можете поддержать на бусте. Приходите к Нитричу смотреть, что там по тестам в этом серной шахте. И что? Все. Задавайте вопросы, если что-то вдруг у вас непонятно. Пишите комментарии, свои впечатления. И да, через месяц удалят старое меню. Вот такой вам на финал спойлер. Все. Всех обнимаю. До встречи. Пока. Продолжение следует.